коллеги добрый день вижу что участники у нас активно заходят подключаются по нашему сегодняшнему вебинару сегодня наш вебинар на тему и до системах 1с то есть мы поговорим с вами в общем про электронный документооборот поговорим с вами какие есть сейчас тенденции какие есть квалифицированные там не квалифицированные все виды подписей с вами разберем и поговорим как у нас и какие механизмы используются в 1с какие есть плюс минусы разных подходов по автоматизации работы с электронными документами именно в 1с разберем и посмотрим прямо на системе где у нас находится и как выглядит механизм работы с электронными документами зовут меня марина нашего я практикующий консультант аналитик по 1с функциональный архитектор на проектах по внедрению 1с документооборот у меня основное направление также работаю с всевозможными другими системами с интеграциями работаю на сегодня у нас с вами тема по электронному документообороту максимальное время работы у нас сегодня с вами час то есть до 15 00 у нас мы должны закончить ограничения по времени сначала мы с вами поговорим по основной презентации по основной теме далее у нас будет время задать вопросы поговорить по вопросам которые у нас возникнут в ходе вебинара общаемся мы с вами через чат участников достаточно много поэтому пишите ваши вопросы ваши сообщения все в чат вот я их просматриваю и отвечаю если вдруг я что-то не увидела что-то пропустила не переживайте ответы все получите потом с рассылкой стараюсь в конце все посмотреть чтобы еще раз проверить все ли отвечено вот так только у вас в ходе вебинара появляются вопросы вы их пожалуйста сразу фиксируйте пишите то есть я могу в ходе вебинара встроить ответ сразу если эту тему буду затрагивать если мы эту тему не затронем тогда в конце вебинара выделенное время мы с вами эту тему разберем пишите все что приходит в голову сразу чтобы мы не потеряли никакой вопрос ни один никакую мысль не потеряли постараюсь максимально на практике какие-то кейсы там своей жизни может быть вы рассказать примеры приводить максимально вот от вас мне нужна максимальная коммуникация потому что мы с вами на удаленке лиц ваших не вижу что вам интересно что не интересно вот максимально мне пожалуйста пишите так есть у нас запись то есть запись потом вы получите у нас на сайте записи размещается то есть если вас вдруг отключила и либо есть срочное какое-то дело не можете досмотреть вебинар до конца вы сможете посмотреть в записи так я свое видео тогда отключаю чтобы не занимать канал но и ваше внимание и наш внимание будет полностью с вами акцентирована на презентации так напишите мне восклицательный знак если мое изображение скрылась но презентацию мы продолжаем видеть чтобы я точно знала что вы видите то что нужно так все отлично восклицательный знак вижу и так приступаем до системах 1с что такое вообще и да то есть понятие электронного документа оборота актуальность на текущий момент какие основные направления развития на текущий момент в электронном документ обороте это наш первый вопрос далее мы с вами разберем понятие и виды электронных цифровых подписей какие у нас существует где используется и разберем вопрос реализации электронного документа оборота в системах 1с каким образом мы можем автоматизировать если у нас с вами есть система 1с рабочие итак начинаем мы с первого понятия понятие электронного документа оборота электронный документ оборот это у нас обмен цифровыми документами через интернет когда у нас не курьер едет и вручаем документ бумажные когда у нас все происходит бесконтактно для создания отправки хранения этих документов в электронном виде нас нужна специализированная программа специализированный софт то есть просто так взять и не используется начать использовать электронный документ оборот без подготовки мы не можем мы должны знать что что нам нужно подготовить что закупить а вы мне пока в чат напишите кто использует документ оборот электронный в каком-либо виде то есть каким-то оператором пользуется пишите мне в чате вот часто путают электронные документы оборот который у нас осуществляется с помощью электронных подписей то есть когда обмен именно цифровыми зашифрованными документами и скан копии документов сталкивалась много раз во многих компаниях когда обмениваются по электронной почве почте сканами документов и считают что это у нас электронный документ скан документа не считается электронным документом то есть если вы обменялись скан копией документов вам персонально электронную почту чтобы этот документ был юридически значимым вам этого недостаточно вам необходимо получить оригинал документа с подписью печатью настоящий бумажный вариант то есть дополнительно еще там почты россии обменяться либо курьерской доставкой если вы используете именно электронные документы оборот то у вас в результате обмена электронными документами присутствует файл зашифрованная в специальном виде то есть на нем установлен код который означает подписание документа специальная программа которая установлена на вашем устройстве установлена на устройстве вашего контрагента с кем вы обменялись эта программа зашифровывать ставит определенный код на файле документа и и это шифровка означает что он подписан в этом случае тоже сталкивалась много раз когда берут электронные документы распечатывает их на принтере и хранят как бумажные по большей части это бесполезная совершенно операция то есть вы просто храните бумагу которая не является какой-то юридически значимо это просто распечатка настоящего документа копия можно сказать вот если вам нужно предъявить куда-то контролирующий орган там суд еще куда-то документ оригинал электронного документа то у вас должен присутствовать зашифрованный файл то есть вы его выгружаете есть у этого файла обязательно печатная форма то есть вы можно просмотреть можно распечатать чтобы вычитать ту информацию которая там содержится при этом у нас есть файлик который является самим оригиналом документа что важно в электронном документообороте важно понимать что если вы обменялись документами и ваш контрагента получил через средства коммуникации операция оператора электронного документа оборота этот файл увидел там писал подтвердил на этом дело еще не заканчивается вам важно организовать хранение этих документов мы привыкли хранить бумажные документы знаем как это делать как складывать там файлы как организовать там пространство и сложить эти документы все знаем как можно целый день копаться чтобы там в архивах бумажных чтобы найти нужный документ договоры или там реализацию какую-нибудь акт когда нам это нужно сделать мы привыкли что бумажные хранятся а к электронным документам не всегда относятся достаточно серьезно то есть мы думаем а мы подписали у нас есть какой-то оператор он там переслал на документ и значит все это на его совести есть какой-то а скажите а кто пользуется любым оператором который находится у вас какой-либо личный кабинет через интернет заходите и видите весь список своих документов может напишите прямо оператора в чате мне чтобы понимать может я поподробнее расскажу сталкивались мы с оператором с работой операторы как они хранят файлы так чате к живой неживой не вижу от вас ничего не вижу пожалуйста мне напишите каким оператором пользуетесь отлично вижу вот здесь пример у нас был пример когда у нас клиент пользовался облачным личным кабинетом по электронному документу обороту то есть он получает от своих контрагентов электронные документы и говорит о том что у меня же есть личный кабинет там у меня хранится архив моих документов и случись чего там если мне нужно найти это я всегда могу зайти посмотреть вот я больше нигде их не храню а храню только там и мы начали изучать этот вопрос это было где-то полтора года назад конечно в вашем операторе может быть что-то и изменилось но это не сбит николу гастрал император мы начали смотреть именно договор то есть ваш договор договор конечного потребителя и операторы электронного документа оборота вот там в условиях не не указано что за ваши данные за ваш архив электронных документов отвечает оператор то есть вы по сути пользуетесь его сервером его пространством пространством оператора и он оказывает услуги только транспортные то есть он берет ваш документ и отправляет вашему контрагенту или забирает контрагента и как курьер доставляет вам только электронный курьер зато за качество хранения за целостность ваших электронных документов оператор не отвечает читайте внимательно свои договоры если вы нигде дополнительно архив электронных документов не делаете то рекомендую об этом задуматься куда у вас выгружается документа чтобы они еще и не на вашем пространстве где-то располагались они только у вашего оператора иначе может быть такое что придется это все восстанавливать так этот вопрос мы разобрали что такое электронный документооборот что такое электронный документ мы тоже с вами проговорили что это именно в определенном формате а не скан документа так и разберем с вами что такое электронная подпись то есть когда в какой момент времени у нас наш электронный документ наш документ наш файл становится электронным документом наш электронный документ становится таковым когда мы его шифруем то есть мы устанавливаем на нем электронную подпись электронная подпись это некий набор символов эта информация в электронной форме которая у нас присоединена ну вот эта формулировка у нас официальная она немножко но такая путаная и суть понять но нужно понимать суть вот разобрать то есть электронная подпись эта информация в электронном виде то есть некий электронный код некая электронная шифровка набор символов которая присоединяется к другой информации то есть она присоединяется к нашему документу нашему файлу где у нас содержатся финансовой информации там допустим если это у п.д. универсальный передаточный документ то там у нас содержится номенклатура количество единиц сумма адрес контрагента наименование контрагента то есть вот эту весь перечень всей информации это у нас вот как раз таки наш файл содержится содержит эту информацию получается у нас наш код присоединяется к информации которую мы передаем в документе в электронной форме и эта информация которая нас виде подписи ставится она определяет кто конкретно какое лицо поставила подпись это важно потому что электронная подпись тоже много раз сталкивались с этой ситуации есть у нас электронная подпись допустим генерального директора и главный бухгалтер там финансист там кто-нибудь еще обладает ключами этой электронной подписи то есть необходимо подписать электронные документы главный бухгалтер берет не свою электронную подпись по доверенности где прописаны данные главного бухгалтера и ответственность несет главный бухгалтер а наш главный бухгалтер берет просто сертификат электронной подписи генерального директора и получается что действие делает главу и решение принимает главный бухгалтер ответственность потом будет нести генеральный директор то есть как верифицируется нас тот человек на кого оформлена подпись это очень важно поэтому когда мы принимаем решение какой состав электронных подписей у нас есть в организации сколько нам их нужно выпустить потому что электронная подпись стоит денег и и нужно приобрести нужно пройти определенную процедуру получения электронной цифровой подписи соответствии законодательства то есть пройти идентификацию личности там предоставить все документы и получить электронную цифровую подпись вот и мы часто часто тоже с этим сталкивались у нас краски на время занимался одна из деятельности которую я вела это выдача электронных цифровых подписей и у нас приходили люди которые с чужими электронными приходили и говорили дайте мне вот чужую электронную цифровую подпись без документов без всего я вот главбух эти я и буду пользоваться гендер не против или пересылали там на почту для продления подписей чужие документы генерального директора говорят нам нам так дешевле мы не будем выпускать дополнительные подписи эти деньги нам так дешевле вот то что дешевле не всегда лучше то есть потом разбирайтесь кто несет ответственность за то что одной цифровой подпись у несколько человек подписывает бывает часто менеджеры там по продажам которые работают с у пд они тоже там выпускают одну цифровую подпись и все подряд менеджеры начинают подписывать документы с такими кейсами тоже сталкивались очень важно понимать что используется подпись для определения лица подписывающего потом вы ничего не докажете если вашу подписью подписывает половину вашей организации так я вижу ваш вопрос вопрос в чате про валидность у пд вот сходу прямо сейчас вам не скажу то есть мне нужно точно официальную информацию получить и я вам смогу тогда ответить по возможности контакты свои как-то оставьте пожалуйста мы вам тогда напишем ну что сходу так не отвечу так по электронной подписи мы разобрались идем с вами дальше что такое оператор электронного документа оборота мы с вами уже несколько раз сегодня упоминали в диалоге то есть в этот термин слышали вы это используете то есть это это организация которая у нас как курьер передает электронные документы от вас забирает везет контрагента контрагента забирают везет вам вот оператор электронного документа оборота это не любая организация это организация которая обладает достаточно технологическими кадровыми и правовыми возможностями чтобы обеспечить юридически значимый документ оборот тут важно понимать тоже что оператор электронный список операторов электронного документа оборота он ограничены не так просто стать оператором для этого нужно соблюдать целый ряд требований и суть оператора важно тоже суть оператора в том чтобы доставить ваши документы то есть обеспечить именно документы оборот по поводу хранения документов оператор электронного документа оборота по умолчанию ответственности не несет если у вас это прописано в договоре то есть у вас есть определенное соглашение и у вас есть именно такой пункт что оператор несет в каком-то определенном объеме ответственный за ваши электронные документы там каким-то сроком описано каким-то срок хранения процент целостности там все что угодно в общем это должно быть подробно описано в вашем с ним соглашение по умолчанию такой ответственности не несет оператор так далее идем с вами какие у нас есть виды электронных подписей здесь тоже важный вопрос мы с вами на текущий момент все активно на самом деле используем электронные цифровые подписи в нашей жизни мы используем ее когда мы идем с вами на почту почта россии приходите берете письмо вам говорят скажите смс-ку циферки из смс это у нас электронно-цифровая подпись то есть это простая или электронно-цифровая подпись которая у нас подтверждает факт подлинности владельца то есть вы пришли на почту вас нужно распознать идентифицировать что это действительно вы получаете свое письмо и прописаны определенные условия в договоре вашем и там тоже почты россии то есть вами как пользователя электронной подписи и того с кем кто вас идентифицирует по этой подписи то есть эта подпись не будет действовать нигде кроме почты россии вы ее не сможете никак использовать это у нас простая электронно-цифровая подпись а также когда вы заходите в ваш программу 1с выводите свой логин пароль это простая электронная подпись все заходите в документооборот к примеру систему 1с если вы там что-то согласовываете утверждается то вы подтверждаете факт того что вы электронной цифровой подписью согласовали документом подтверждаете свое согласование допустим вот дальше у нас это усиленная неквалифицированная электронная подпись или нэп используется во внутреннем внешнем и до с контрагентами и у нас есть усиленная квалифицированная электронная подпись или кап цифровой аналог собственно ручной подписи то есть вы можете использовать ее в вот она у вас есть это сертификат электронной подписи вы можете в ходе где ее используйте это ваша личная цифровая подпись это аналог собственно ручный где вам нужно там используйте без дополнительных соглашений каких-либо пройдемся по официальным понятиям видов электронных цифровых подписей и попробуем их разобрать простая электронная подпись подтверждает факт подлинности владельца этот вид подписи как мы им говорили он используется у нас постоянно везде в разных сферах то есть это может быть комбинация кодов доступа при входе в личный кабинет или с помощью логин пароля в онлайн банке то есть онлайн банк 1с как мы с вами говорили почта россия полученный sms и при дальнейшем использовании она не имеет юридическую силу и равнозначно обычной подписи но с наименьшей степенью защиты то есть имеет она юридическую силу только там где ее выпустили где у вас есть определенные оговоренные условия ее использования то есть если вы хотите прийти этой подписью подписать там совершенно в другой инстанции то она действовать не будет и к слову простая электронно-цифровая подпись она у нас по затратности самая незатратная дешевая потому что там не требуется никакого усиления усиления она не усиленная не квалифицированная поэтому она используется чаще потому что она самая дешевая она не имеет такой степени защиты далее есть у нас и цп усиленная неквалифицированная то есть она уже является усиленной но действует она в основном ее используют во внутреннем и внешнем электронном документ обороте с контрагентом в некоторых ситуациях где нужна большая степень защита например в торгах ее не используют она имеет среднюю степень защиты мы с помощью этой электронной подпись можем ну во первых идентифицировать того кто у нас подписал документ так же как и с простой электронной подписью и также можем еще узнать вносились ли изменения в наш документ для того чтобы неквалифицированную электронную подпись использовать у нас с нашим контрагентом заключен договор то есть мы должны договориться с нашим контрагентом обменяться приглашениями только после этого мы сможем с ним использовать электронный документ оборот читать подписи взаимодействия через оператор электронного документа оборота в частности когда мы с вами отправляем отчетность в контролирующие органы отчетность мы все отправляем электронно есть у нас встроенный механизм в 1с 1с отчетность есть у нас разные личные кабинеты разных операторов которые позволяют нам сформировать и отправить отчет в контролирующие органы по сути это и есть точно такой же обмен документами то есть точно такой же электронный документ оборот только здесь разработаны специальные механизмы которые нам позволяют проще обменяться именно документами отчетными которые нам необходимы контролирующие органы отправить то есть доработаны некие контроли чтобы наша отчетность дошла до нужной инстанции чтобы наша отчетность дошла в определенном виде который у нас контролирующий орган примет поэтому это один из кейсов обычного электронного документа оборота с нашим контрагентом только контрагент здесь это контролирующий орган все остальные законы все точно так же действует то есть отправляем мы отчетность это наша усиленно неквалифицированная электронная подпись далее третий вид электронной подписи это усиленная квалифицированная электронная подпись или кап это полный аналог цифровой подписи собственно ручной то есть с ней можно совершать сделки с ней можно участвовать на торгах она является полным гарантом юридической силы вашей подписи здесь важно понять что усиленная квалифицированная электронная подпись она несет за собой большую юридическую юридическую ответственность юридический такой след то есть для участия в торгах торговая площадка может сама потребовать разный уровень защищенности усиленной квалифицированной электронной подписи кто работает на торгах кто имел с этим дело они знают что есть дешевле квалифицированная усиленная подпись есть дороже в зависимости от требований площадки у вас могут потребовать тот или иной уровень защиты усиленную квалифицированную электронную подпись вот вот электронную подпись можно проверить на сайте с помощью специального сервиса это очень важно потому что на текущий момент электронные цифровые подписи это не просто возможности не только возможности но это очень большая ответственность и достаточно большие риски то есть если ваша электронная цифровая подпись попадет в ненадежные руки то доказать какой-то факт мошенничества иногда бывает очень сложно так как доказать что не вы передали у вас была украдена там электронная цифровая подпись оспорить какую-то сделку оспорить действие нам бывает очень сложно поэтому ранее были тоже сталкивались мы с такими ситуациями была такая проблема что человек может даже не знать что на него выпущена электронная цифровая подпись и не всегда человек получал оперативно эту информацию что выпущена электронная цифровая подпись в каком она статусе находится и потом только по факту люди узнавали что там произведены какие-то сделки поэтому это очень важно вот советую всем проверить наличие электронных подписей понять актуальны ли они вот таким вопросом озадачиться не только в организации но и в принципе как физическое лицо человек может получить такую электронную цифровую подпись там сделки с недвижимостью было время когда прям интернет пестрил такими историями и рассказами вот поэтому задайтесь пожалуйста этим вопросом рекомендую так далее мы с вами проговорили какие у нас есть электронные цифровые подписи и для чего они у нас используются а теперь поговорим где мы их используем в нашей организации какие есть варианты автоматизации с электронными подписями про актуальность электронного документа оборота особенно вот когда началась пандемия начался самый пик подключения электронных к операторам и электронного документа оборота потому что все ушли на удаленку сначала и нужно было как-то организовывать документы оборот далее уже организации приспособились работать с электронным документ оборотом поняли как это удобно и важно также у нас есть обязательно электронный документ оборот с нашими контролирующими органами поэтому со всех сторон организация уже и со стороны контрагентов и со стороны контролирующих органов и здравого смысла организация практически пришла к тому что нужно как-то автоматизировать свой документ оборот много всяких понятий и цп и оператор и софт который должен стоять чтобы она все работала на устройствах то есть для того чтобы шифровать все наши ключи подписи нам нужен крипто провайдер программа и чтобы это как-то все автоматизировать и не делается разрозненным то есть выработать какую-то единую систему работы с электронными документами единые механизмы необходимо каждой компании принять решение как эти электронные цифровые подписи электронный документ оборот будут технически организован в экосистеме предприятия то есть обычно у нас есть несколько программ есть бухгалтерская программа если компания не совсем маленькая то скорее всего есть учетная система которая управленческий учет автоматизирует программа которая документ оборот автоматизирует есть там какие-то другие площадки это все объединяется обычно либо с сайтом либо с какой-то площадкой тоже есть торговая компания торговой то есть обычно у нас есть несколько систем и система обменивается документами либо данными для документов и в определенный момент эти документы нужно отправлять вовне и получать то есть первое это наш внутренний документ оборот и второе это наш документ оборот который с нашими контрагентами тут встает вопрос каким оператором пользоваться как автоматизировать соединить оператора который отправляет и получает документы с нашими системами которые внутри организации используется как облегчить жизнь нашим пользователям которые потом будут работать с этим электронным документооборотом и при этом избежать максимально рисков чтобы не отправлялись лишние документы и для решения этих всех вопросов есть у нас ну как бы два пути первый путь это использовать внутренний механизм 1С и второе это интеграция с другими системами то есть у нас есть целый ряд операторов которые предлагают свой личный кабинет где вы получаете отправляете документы и система 1С обменивается этими документами либо не обменивается и вы просто работаете изолированно ну и получается такая ручная интеграция когда вы ручками забиваете данные своих документов полученных от контрагентов вот и когда вам отправить надо вы получается делаете их в учетной системе отправляете через оператор вот но быстрее и проще конечно когда у вас есть либо интеграция либо вы используете внутренние механизмы 1С то есть вам не нужно делать двойную работу в любом случае формируется документ допустим вашей ERP системе нажимаете кнопочку документ у вас передается вашему контрагенту через оператора либо силами внутренних механизмов 1С либо силами оператора в чем сложность когда у нас идет интеграция с другими системами вот можете мне пока я тут рассказываю можете написать мне как вы используете то есть если вы используете электронный документ оборот как вы интегрируетесь с каким-то личным кабинетом другой другим либо вы используете внутренний механизм 1С то что у нас уже совершенно бесплатно внутри 1С заложено вот можете мне в чатик написать когда мы интегрируемся с другой системой это несет для нас определенные риски то есть во первых мы должны поддерживать интеграцию ее нужно настроить это стоит денежку ее нужно поддерживать потому что обновляется одна система обновляется другая система вносится изменения и нужно следить за актуальностью обеих систем которые у нас обмениваются следить за настройками обмена которые между ними происходят это тоже расходы определенные нужно определенные уровни компетенции иметь чтобы отследить корректность передачи данных из какой-то системы контроля вырабатывать далее интеграция с другими системами не всегда такая простая потому что бывает у нас ну к примеру вот документы оборот 3.0 если кто-то сталкивался внедрял тогда знают что интеграция допустим диадока с документ оборотом она достаточно сложная проще перейти на оператора своего который внутри внутренний механизм 1с и спокойно пользоваться ничего больше не поддерживать так и вижу уже вопросы пошли по внутренним механизмом 1с сейчас мы его немного более подробно разберем то есть мы с вами разобрали что есть вариант интеграции с другой системы когда его выбирают обычно при новых внедрениях допустим когда у вас уже есть система где вы сдаете отчетность обмениваетесь документами у вас есть свой любимый оператор свой любимый личный кабинет с которым вы работаете в части обмена электронными документами и здесь у вас приходит новая система 1с вам нужно организовывать теперь из этой учетной системы на отправку документов вы не хотите расставаться со своим оператором перезаключаете договоры соглашения с вашими контрагентами вы хотите пользоваться всем так же как и раньше тогда возможно стоит рассмотреть интеграцию и не это будет более мягкое решение чтобы вам не перезаключать договоры с вашими контрагентами вот в то же время если мы с вами у нас еще не так много контрагентов не так много перезаключать либо мы можем там волнами переключать на оператора который у нас может использоваться во внутренних механизмах 1с то есть тот механизм который внутри 1с он тоже есть свои ограничения то есть мы не можем пользоваться услугами любого оператора у нас есть определенные перечень операторов которые у нас работают с внутренним механизмом 1с сейчас мы их чуть более подробно посмотрим и все плюсы его посмотрим то есть что нам дает использование внутренних механизмов 1с я предлагаю сначала посмотреть систему 1с документооборот тестовую базу и потом мы с вами по плюсам пройдем чтобы мы уже смотрели часть вопросов сейчас у нас сразу и отпадет тех которые у нас в чате постараюсь по ним по всем пройти так напишите мне видно ли документооборот вот я как раз таки вижу работает ли у нас в конфигурации до работы с электронным документооборотом про архив вижу мы его как раз посмотрим само рабочее место текущие дела и до посмотрим так и как-то интегрироваться в конфигурации так как у нас организован с вами электронный документооборот встроенный механизм то есть это выглядит как мессенджер как наш любой личный кабинет у нас есть раздел документы и мы сейчас смотрим документооборот 3.0 на его примере видим в принципе одинаково везде выглядит в 1с заходим в раздел документы у нас здесь есть рабочее место текущие дела и до для того чтобы этот механизм работал не нужно ничего дополнительно особо приобретать то есть сам механизм он уже встроен в 1с он рабочий для того чтобы у нас работал этот механизм нужно его первое включить и настроить второе обеспечить наличие сертификата электронно-цифровой подписи сертификат электронно-цифровой подписи он универсальный то есть вы можете взять сам сертификат который выпущен другим оператором любым оператором который не имеет там каких-то дополнительных защит они стандартные то есть сертификат подписи это файл зашифрованный и вы можете его взять и использовать внутри системы 1с для настройки вашей учетной записи сам личный кабинет текущие дела и до выглядит вот таким образом то есть у нас здесь есть разделы входящие документы с которыми документы у нас разложены на папочки отразить в учете утвердить подписать исправить то есть есть определенный бизнес-процесс по которому вы работаете и личный кабинет позволяет делать с входящими документами осуществлять то действие которое у нас требуется также у нас работа с исходящими документами папочки создать подписать исправить аннулировать на контроле сопоставить отправить распаковать ошибки то есть здесь есть полный набор функций который вы осуществляете также в своем личном кабинете у оператора электронного документа оборота функциональность не меньше то есть абсолютно такая же вы можете сделать все те же самые операции только здесь есть большой плюс все документы все элементы системы 1с они взаимосвязаны то есть здесь у вас сразу идет привязка к контрагентам которые у вас находятся в справочнике контрагента здесь у вас идет сразу ваши документы реализации допустим они связаны с договорными ментами со счетами со всеми остальными документами то есть у вас идет четкая связка сразу вам не нужно сначала смотреть учетную систему потом в кабинет операторы и до искать там что человек чего к чему относится у вас все связи сразу есть вы просматривая документ который у нас находится в нашем механизме электронного документа оборота сразу все реквизиты здесь же видите вот также у нас есть пакеты документов можно работать с пакетами документов можем проводить аналитику по электронным документам то есть они у нас сразу привязываются карточкам документов документа оборота есть такие полезные функции как поставить номенклатуру то есть у нас с вами ведется справочник номенклатура в нашей системе вот и ваш номенклатура иногда может отличаться от номенклатуры которую указал контрагент в вашем закрывающем документе точно так же здесь вы можете сразу сопоставить номенклатуру у вас будет с чем сопоставить потому что вы же это делаете в учетной системе вот она все у нас все данные под рукой вот таким образом у нас выглядит личный кабинет по работе с электронными документами мы сейчас с вами отправить получить ничего не можем потому что для этого нам нужен действующий сертификат электронные подписи а в демонстрационной базе естественно его нет мы видим все для примера готовые документы которые у нас выполнены в демонстрационной базе 1с также посмотрим что у нас вообще в принципе есть в разделе и до в настройках что мы можем с этими документами делать у нас есть функция отправить или получить электронные документы это как раз таки мы смотрели с вами в текущих делах и до тоже функцию можем автоматически настроить создание документов по входящим и до то есть сами карточки документов у нас будут создаваться приходит и по и до у пд и сразу создается карточка документа и проходит дальнейший свой бизнес процесс рабочее место документ к отправке по и до создание документов по входящему до учетные записи и до вот хотел показать как выглядит учетная запись она у нас сейчас вот с таким значком что она не действующая просрочена так как в демонстрационной базе она была в демонстрационной базе она была настроена для демонстрации и это у нас получается демонстрационная база которую сама фирма 1с и предоставила для того чтобы мы могли вот ее рассматривать с вами вот здесь у нас наименование какая организация какой оператор и какие сертификаты у нас если есть действующие системы нас об этом предупреждает дальше так есть сами настройки и до то есть там тоже вопросик у нас был по настройкам для того чтобы наши документы оборот был юридически значимый мы с нашим контрагентом обмениваемся сначала приглашениями то есть я всегда сравниваю со соцсетями отправляете приглашение для того чтобы править приглашение вам нужно знать идентификатор организации и идентификатор зато наши идентификатор нашего контрагента для чего нужны идентификатор нашего контрагента может быть несколько учетных записей то есть он может пользоваться sbis там калугой астрау диадоком у него могут быть несколько учетных записей чтобы в нужное место отправить нам приглашение там где ожидает его наш контрагент нам необходимо получить идентификатор его учетной записи есть большая база идентификатор контрагентов все операторы между собой также общаются и если нам с вами нужно обмениваться допустим у нас калуга астрал оператор она необходимо обмениваться с контрагентом который пользуется сбисом мы это абсолютно можем делать без дополнительных финансовых затрат для нас то есть это не является никакой совершенно проблемой обмениваться когда у нас и у контрагента разные операторы связи разные операторы электронного документа оборота это называется роуминг он бесплатный мы отправляем также приглашение ранее до двух недель формировалась вот эта связь и только там спустя две недели получала наш контрагент приглашалку сейчас это все точно так же быстро происходит без всяких проблем мы настраиваем нашу связь нашим контрагентом приглашаем его он соглашается и все далее мы уже можем спокойно обмениваться с вами документами с нашим контрагентом дальше тоже вопрос видео про архив у нас прямо в нашей программе 1с хранится архив наших электронных документов то есть здесь автоматически решается проблема когда у нас нет гарантированного места где хранятся документы то есть когда вы просто личный кабинет оператора использовать вам еще нужно придумать куда вы будете скачивать эти файлы и каким образом вы будете обеспечивать их сохранность а здесь проблема решается то есть происходит выгрузка ваша система 1с бывает конечно сбои везде бывают сбои за этим нужно следить чтобы все корректно выгружалась но на моей памяти за последнее время вроде бы все нормально работает но когда-то еще там несколько лет назад были такие достаточно частые сбои когда документы электронные не полностью выгружались либо были повреждены и мы так как я за это отвечала я перепроверяла целостность файлов нам просто дополнительно их выгружали и чтобы они у нас все полностью хранились в 1с на текущий момент пока таких сбоев мы не видим что нам все стандартно стандартно стабильно работает если мы храним с вами файлы электронных документов документы обороте вопрос просто есть про бухгалтерии предприятия как перенос какие механизмы перенос или из электронных документов например бухгалтерии предприятия в архивную систему когда вы задумываетесь о том откуда вы будете получать то есть через какого оператора и куда вы будете получать эти электронные документы то есть весь архитектурный путь бывают кейсы когда у нас весь электронные документы оборот происходит согласование документов происходит документ обороте но при этом сам обмен юридически значимыми допустим первичными бухгалтерскими документами осуществляется из бухгалтерии предприятия то есть это тоже архитектурное решение которое под собой определенную логику несет здесь надо понимать что там куда у вас будет поступать эти электронные документы они будут храниться у вас бухгалтерии предприятия хотите ли вы их там периодически выгружать чтобы уменьшить объем базы либо вы хотите там постоянно хранить либо вы хотите изменить архитектуру и обмениваться электронными документами не из бухгалтерии предприятия допустим а из электрон а из 1с документа оборот Тоже такие вещи, на них, на эти вопросы однозначно ответить нельзя. То есть нужно понимать всю вашу архитектуру, сколько у вас систем, какие у вас системы, какой бизнес-процесс, какие пользователи работают в какой системе, какую информацию им там нужно видеть. Вопросы безопасности тоже очень важны. То есть для того, чтобы полностью предложить решение, описать, как именно конкретно вам нужно использовать именно функциональность работы с электронными документами, это нужно проанализировать ваш бизнес-процесс и текущую инфраструктуру, которую у вас есть. Так, по архиву мы с вами проговорили. Просматриваю еще раз вопросы, как правильно обслеживать статус сходящих электронных документов. Все, что мы с вами, у нас с вами есть личный кабинет. Вернемся с вами сейчас в наши текущие дела и до. Все наши статусы по документам входящим и исходящим у нас обновляются здесь. То есть архив, это то, что мы сейчас смотрели. Архив это наши сложенные в топочке документы, а все, что с ними происходит, весь жизненный цикл, когда мы их отправляем, аннулируем, подписываем, они у нас живут вот здесь. Здесь мы производим отправку получения электронных документов. У нас с вами обновляются статусы. Мы сразу видим, сколько у нас было отправлено, получено, распаковано и приглашение. Обычно этим занимаются какие-то либо несколько выделенных людей по определенным направлениям, областям, либо это один ответственный сотрудник, который отвечает именно за электронный документ оборот. У него есть свои отлаженные бизнес-процессы. Допустим, каждое утро он зашел там, отправил, получил, там каждый час он заходит, проверяет, что у нас там пришло. То есть здесь нужно выстроить ваш бизнес-процесс по работе с электронными документами. Так, по вопросам вроде бы проговорили. А если у вас есть вопросы, пишите в чат. У нас с вами остается буквально 8 минуточек. За эти 8 минуточек нам нужно с вами разобрать вопросы. И у нас с вами остался последний слайд. Мы уже частично его проговорили. Просто подведем итог, какие у нас есть преимущества, если мы с вами используем встроенный наш механизм по работе с электронными документами в 1С. То есть, как мы с вами сказали, это снижение количества ошибок, которые у нас связаны с человеческими факторами. За счет того, что у нас карточки документов автоматически формируются на основании входящих электронных документов. И данные мы не заносим вручную. То есть все происходит автоматически. Также мы можем создать несколько учетных записей наших участников электронного документа оборота. и не переживать за безопасность. То есть у нас у главбуха отдельно, у директора отдельно учетная запись, у наших ответственных, у других лиц отдельно учетные записи. Все безопасно. Далее. Возможность обмена электронными документами у нас встроена с самой типовой решения. Не требуется никаких дополнительных интеграций и выгрузок. То есть здесь мы как трудозатрат свои снижаем, так и риски снижаем при передаче документов. Далее. Что касается оплаты трафика ЭДО. Есть ряд преимуществ, ценовых преимуществ. Это вы можете изучить на сайте, на любом, который, на сайте официальном, на любой странице. Там прям везде подробная информация, сколько стоит комплект документов. Причем есть особенность, что сумма именно за комплект, а не за каждый документ отдельно. Это очень удобно и выгодно. Ну и разные тарифные планы. То есть в зависимости от объема, который вы передаете, получаете, можно подобрать, который вам будет оптимальный. Также можно использовать сертификат подписи, выданный любым удостоверяющим центром, который аккредитован Минкомсвязи России. То есть не обязательно это должен быть сертификат, который выпущен тем оператором, которым вы будете пользоваться. Чтобы начать обмен электронными документами, мы можем отправить приглашение прямо из нашего системы 1С и не использовать никаких других личных кабинетов. Все сразу ясно и прозрачно. Отправили приглашение, увидели подтверждение. Также есть механизмы, которые позволяют удобно работать руководителю. Руководитель у нас подписывает, может подписывать сразу группу документов, не обязательно ему нужно в каждой проваливаться, каждый подписывать. То есть тут научиться просто работать с гибкой системой фильтров. Также можно работать в клиент-серверном режиме, что тоже важно при работе системы. Когда используется разграничение доступа, мы можем разграничить между нашими пользователями функции подготовки и подписания документов. Здесь вообще очень важно понимать, что настройка внутри функциональности по работе с электронными документами, она гибкая. То есть мы можем разграничение доступа. У нас есть определенный наш бизнес-процесс, по которому мы работаем. Мы можем адаптировать, настроить нашу систему под наш бизнес-процесс. То есть та этапность, которая у нас предусмотрена нашим фактическим бизнес-процессом в организации. Также у нас реализованы механизмы работы с электронными документами. То есть не только подписания, но мы можем хранить удобно, в удобной форме. Искать наши документы, фильтровать их по типам, статусам. Можем массово подписывать. И все это находится непосредственно в нашей системе 1С. И архивирование у нас сразу заложено в функциональности, в типовую. То есть мы можем спокойно в любой момент открыть архив и достать тот документ, который нам нужен. Так, ну, времечко у нас с вами заканчивается. Мы с вами прошли по всем основным вопросам. Постаралась на все ответить. Если какой-то вопрос бывает в последней секундочке у нас попадает в чат, мы уже рассылкой на него ответим. Либо оставляйте свои контакты. Я сейчас включу видео. Напишите мне, видите ли вы меня или нет. Чтобы заключающее до свидания вам сказать. И на сегодня тогда я вас благодарю за ваше активное участие. За достаточно объемные, такие интересные вопросы. Если вопросы остались, с каждым из вас мы можем провести дополнительную встречу совершенно бесплатно. Именно по вашим вопросам, для каждого участника встречи. Можете обратиться на телефон или на электронную почту. И мы с вами договоримся. Назначим встречу, обговорим ваши вопросы, предложим какое-то решение. Так, на сегодня тогда завершаем. Вам спасибо и хорошего дня. До свидания.